Здесь пойдет трамвай от улицы Ташкентская до стадиона Самара-Арена вдоль московского шоссе строят новую линию. Под улицей дальний трамвай будет проходить в подземном тоннеле, глубиной до 9 метров и протяженностью 340. На сегодня готовность тоннеля оценивают в 30%. К 1 октября монолитные работы обещают закончить. Останется только засыпать котлован и обустроить тоннель. От дождевой воды в тоннеле предусмотрен как внутренний, так и наружный дренаж. Снаружи в пазухи укладываются трубы. Используются современные технологии гидроизоляции. Такая же, как на транспортных развязках на Ракитовском шоссе и проспекте Кирова. Внутри тоннеля будет в конструкции пути устроен дренажный канал. Установлены дренажные водопропускные лотки. Соответственно, они будут собирать воду с начала тоннеля и атмосферные насадки в том числе собирать и выводить в единую систему дренажа. То есть вода будет уходить. То есть даже расчет здесь гидравлический произведен даже на случай, скажем, некоторых аварийных ситуаций. Поэтому это тоже проблема. Новые трамвайные линии протянутся на два с лишним километра от улицы Ташкентской до Разворотного кольца. Оттуда до стадиона нужно будет пройти еще примерно с километра пешком. Сейчас строительные работы ведутся круглосуточно, без отставания графика. В начале работы возникали сложности по освобождению площадки под строительство объекта. В частности, вдоль московского шоссе был произведен выкуп у собственников строений и сооружений. В настоящий момент демонтированы и ведутся продолжать демонтажные работы. В принципе, все вопросы по освобождению территории объекта решены. Трамвайная линия будет готова в апреле следующего года. Одновременно со строительством новой линии идет реконструкция путей от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Именно с площади Урицкого свой маршрут будут начинать трамваи, доставляющие болельщиков до стадиона. По маршруту предполагается всего шесть остановок. Интервал движения во время проведения игр чемпионата – полторы-две минуты. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, События.